Я тут подумала, мы обычно по четвергам лично ходим в парк. Почему бы нам не сходить в гостер? Пустим тоже в кончатную мастерскую. Хороший день. Точно. Пойдем в кончатную мастерскую. Редактор субтитров А.Семкин Перед тем, как начать работать глину, мы должны обязательно провести ее промыльку. Я уже приготовила глину. То есть я ее перемяла на подложке для того, чтобы убрать из нее воздух. И для того, чтобы масса стала более однородной. Почему важно, чтобы в глине не было воздуха? Во-первых, для того, чтобы не было пузырей, которые будут мешать кончатить и расцентровывать в теле. Во-вторых, для того, чтобы в печи при нагревании воздух не начал расширяться и не привело к драку, к трещине нашего изделия. Либо полностью к его изрушению. Поэтому глину я уже подготовила. И сейчас буду окончательно приобретать кусочек круга. Поздравляю. Обязательно похлопываю. Поза трещера у нас обязательно вот такая. То есть у нас обязательно руки должны иметь опоры. Если у нас руки будут болтаться, у нас наша глина будет повторять форму наших рук. Соответственно, нам очень важно поставить кусок глины по центру. Если по центру кусок глины не будет поставлен, он будет расцентрован. И изделие будет кривое. Либо цитробежная сила вообще разбросает его, и изделие вообще не получится. Поэтому очень важно крепко держать руки и фиксировать их. Тем самым фиксировать нашу глину. Очень важно смочить руки перед началом работы. Потому что действует еще и сила трения. Мы с руками видели. Я делаю несколько раз, для того чтобы перемять и отцентровать кусочек глины. Сделаю вот такую вот шапочку, чтобы было удобно раскрывать донышко. Теперь я складываю руки. Я по сделанным образом делаю так называемый зажив, для того чтобы вытягивать стенку кверху. И делаю вот таких несколько проходов, постепенно снизу вверх. Буду вытягивать мой комочек глины. Обязательно следим, чтобы она пересмотровилась в верхушках. И обязательно убираю воду внутри, для того чтобы при сушке у нас изделие лопнуло, не треснуло из разницы на аккуратности глины. Кажется, что вверху на самом деле. Так легко. Все, при работе степени на нынешательном ходе мы используем такие инструменты, как циклян, стек. Вверху на нынешательном ходе мы должны даем, для того чтобы почувствовать площадку стенки. Если площадка стенки будет почувствоваться, то у вас будет перегиб и неровная стенка везде. Музыка – это когда мы рукой, которая внутри, начинаем постепенно-постепенно вытягивать длину. Создаем коробку. Следим, чтобы внутри неровного водичка. И припас. Музыка. 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 Теперь у меня на изделии очень много воды, с глиной называется, это шликер. Для того, чтобы снять шликер, я буду использовать обусинную карточку. Сейчас сразу на кончатном круге можно нанести какие-то узоры. Обычно это делается палочкой, но я их не очень люблю. Вы покажите. Когда мы выключаем, у нас получается вот такая прикладовая. Да. Да, пожалуйста, железный такой хватит решить, вот здесь. Вот прямо здесь круг, а в цикле в виде треугольника железного. Ага, и все. Спасибо, Лиза. Я нашла. Так, теперь нам нужно срезать горшок. Раз. 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 И отправить его на сушку примерно на 7 дней. Но обычно мы делаем так. Не-е-е-е. Не-е-е. Не-е-е-е. Не ошибиться. Он уже, это уже, уже горшок. Уже был целый горшок. Уже был целый горшок. Уже был целый горшок. Уже был целый горшок. Да. Так, смотри, перед тем, как включать работу, нужно сделать такую заливку. Включаешь круг, и тебе нужно размазать глину отсюда сюда. Да. Нет. На три раз и на себя. Следующий куда-то уходит. Да. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Да. 感覺. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Елизавета. Думали ли вы утром о том, что сегодня вечером вы будете лепить чашечку с глиной? Я еще пару часов назад не думала об этом. Готово, поздравляемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!